Всем привет, вы на канале Суперкит. Как-то шарился по ebay и случайно увидел мини-комп, сразу создав, что хочу его себе. Цена была просто смешная. Зарабочий вариант, готовый к использованию, с 8 гигабайтами азу и гибридным жестким диском на 500 гигабайт, который как раз был в одном из недавних видео, лишь 91 евро. Еще чуть больше 10 пришлось потратить, чтобы он приехал по территории Германии к моим друзьям, которые мне его позже и передали. Когда нашелся человек, возвращавшийся оттуда. Все это, конечно, растянулось на несколько месяцев. У меня и так есть два компа, но я хочу такой, чтобы взял его подмышку и понес куда нужно. А также хотелось бы, чтобы под телеком не стоял обычный комп, а было что-то небольшое, и возможно, я придумаю, как его спрятать за телевизором. Так что, возможно, их два и останется со временем, просто второй будет из разряда мини. Уже зная, что этот комп рано или поздно ко мне приедет, я заказал пару планок памяти по 8 гигабайт каждая. Здесь DDR3 ноутбучного формата. Прежде было установлено две планки по 4 гигабайта каждая. Тоже немало, но зачем мне 8 гигабайт, если я могу установить 16? Память это первое, что я купил почти сразу, потому что знал об установленном объеме заранее. А про остальное было не совсем понятно. Все, что точно понял из описания на ebay, это то, что компьютер обслуженный в контексте термопасты, что все рабочее, ну и базовые параметры. Про память сказал, про винчестер также вспомнил, а вот про процессор и чипсет говорю сейчас. Процессор здесь самый, что ни на есть обычный i5-4590T на сокете 1150 четвертого поколения Intel. Ну как обычный, это ограниченная по частоте версия для достижения минимального тепловыделения, чтобы делать либо бесшумные стационарные компы, либо для вот таких вот максимально минимальных по размеру решений, в которых однозначно будет небольшая система охлаждения, так как большую банально негде размещать. ТДП такого процессора лишь 35 Вт. Имеет 4 ядра и столько же потоков. Базовую частоту 2 ГГц, а в режиме Turbo Boost 3 ГГц. Поддержка 32 ГБ оперативки частотой до 1600 МГц. Встроенная графика HD 4600 обеспечивает работу слота PCI-Express в ревизии 3.0. Имеет критическую температуру 66 градусов, что важно, так как несмотря на относительно небольшой ТДП, система охлаждения здесь также очень упрощена, как в ноутбуках. Крепежная пластина, от которой по паре тепловых трубок тепло передается на радиатор. Дата выхода этого центрального процессора 2014 год. Для развития электроники наших дней это, конечно, прорва. Но у меня второй комп под телеком собран на сокете 1155, который вышел еще раньше. Так что все не так уже и плохо. Но самое главное, что упрод здесь можно заменить. Он не распаян. И это в чем-то, но круто. Только, естественно, придется придерживаться максимального ТДП в 35 Вт. Больше данная система охлаждения не выдержит. Не так давно, собирая основной компьютер, я и его думал собрать на базе процессора с таким тепловыделением. Может, когда-то еще подобные и соберу. Чепсет Q87 имеет обычный набор возможностей. Главное, что можно выделить, это наличие USB 3.0. Уже после получения и изучения всех слотов и разъемов, я решил озадачиться тем, что сюда докупить, чтобы максимально расширить возможности этого компа. Снятая крышка сразу же рисует очертания ноутбучного DVD-привода, которое временно занимает динамик. Да, этот аппарат еще и звук мог выдавать. Конечно же, и DVD сюда ставить не собираюсь. Мне достаточно одного внешнего для всех моих компов. Но вот поставить сюда Optibay карман, в который уже поставить еще один накопитель, как делают в ноутах, я думал. И даже под это дело купил жесткий диск. Но потом планы переиграл, ведь я не нашел проводов с заводским коннектором от питания для винчестера через карман Optibay, чтобы подключить его в единственный порт SATA на системной плате. Колхозить ничего не стал. Потом подумал, а почему бы не использовать в качестве системного MSATA SSD, ведь здесь есть разъем под него, а винчестер просто поставить туда, где и стоял здесь жесткий диск. Но, тестируя температурный режим в работе, понял, что винчестер, находясь прямо с обратной стороны от процессора, будет постоянно жариться в температуре 50-60 градусов. И не стал его ставить сюда вообще. Да, пространство, а точнее его отсутствие, это минус маленьких компов. Тут ничего не поделать. Красота требует жертв. Вместо всего того, что мелькало у меня в мыслях, что сюда поставить, сошелся на китайском твердотельном накопителе из последнего видео на 512 гигабайт. Именно сюда я и покупал его, ведь уже знал по ранее купленной модели, что SSD занимает мало места в своем корпусе, как, впрочем, и все современные подобные накопители, скорее всего. И его можно будет установить так, что он окажется сдвинутым от проца. Вообще, несмотря на свою компактность, здесь очень много интересных выводов и разъемов было предусмотрено. Так, помимо обычного SATA, а также mSATA, которые здесь есть, кроме того, что был задействован в использовании при базовой сборке, здесь также есть место под Wi-Fi. Естественно, как-то этот комп нужно будет обеспечить сетью, и я решил, зачем пустовать такому прекрасному слоту Mini PCI Express. А имея роутер и на 5 ГГц в том числе, решил, что экономить на модуле Wi-Fi не буду. Поэтому заказал на Алике такой, что поддерживает и 5 ГГц, а также еще и в довесок имеет возможности передачи данных и по Bluetooth. Поддержка по скорости у адаптера 300 Мбит в секунду на частоте 2.4 ГГц, 867 Мбит в секунду на частоте 5 ГГц, а также упомянутый Bluetooth имеет версию 4.0. Как можно было видеть, в комплекте есть металлическая пластина, которая сделает половинчатую плату полноформатной. Для Mini PCI Express стандартный размер в длину 50 миллиметров. Еще одним параметром комплектации являются антенны. У меня хоть и есть адаптер USB Wi-Fi, но он занят, а сюда лучше все же поставить внутренний, не будет ничего торчать лишнего снаружи, да и порт не будет ничем занят, ведь это только кажется, что 6 USB портов это много. Кстати, из 6 портов USB есть 4 порта USB 3.0 и 2 порта USB 2.0, а также есть разъем под карту памяти SD. Ну и альтернатива Wi-Fi это порт LAN Ethernet для подключения проводного интернета. Если уже совсем закончить с тем, что есть из кнопок и разъемов, помимо перечисленного, то это кнопка включения, кнопка сброса, линейный выход и линейный вход аудио. Можно было видеть, что у компа есть два разъема для подключения монитора. Как по мне, самые непопулярные порты DisplayPort и DVI. У меня не было никогда таких мониторов в жизни, да и у телека привычные HDMI и VGA. Поэтому уже не первый раз покупаю адаптер из DisplayPort в HDMI. Это, конечно же, решение в данном случае, но все же хотелось бы, чтобы были сразу нормальные выводы. Ведь теперь, учитывая размер штекера HDMI и переходника, это все будет прилично торчать. И если стационарному компу еще более-менее, хотя могут быть трудности с тем, чтобы придвинуть максимально к стене, то в случае мини-компа это тем более будет смотреться еще менее симпатичнее и менее практичнее. поскольку я не хочу заморачиваться с настройками программ, винды, чтобы не входить опять в свои учетные записи, а хочу, чтобы на всех компах было все одинаково, то с помощью AOMEI Backupper клонирую всю систему основного компьютера. Это реально удобная штука. Конечно же, это не первое включение. Естественно, после получения я уже все проверял сразу же. А то кто-то может подумать, что я все купил дополнительно, настроил винду, а потом первый раз включил. В моменте подключения есть странное действие. Всякий раз, когда я включаю этот компьютер в розетку, он сразу включается на пару секунд, как будто кто-то нажал кнопку включения, а потом сразу же сам выключается. И только после этого действия его можно уже включать для работы. ХЗ, что это и почему оно существует? Биос здесь, конечно же, ни о чем. Настроек минимум это вам не современные компы. К сожалению, тут все печально. Даже и показывать особо нечего. AIDA64 показывает подробную информацию по внутренностям, но и тесты я не прошел мимо. Как всегда подчеркиваю, данного устройства хватит для большинства задач. В игры не играю, а даже монтирование видео этому аппарату дается. Да, будет чуть дольше обрабатывать, но при выпуске видео последний аккорд в виде монтирования видео из созданного проекта это капля в море по потраченному времени. Поэтому 5 минут дополнительного ожидания ничего не изменят. по-русски. Субтитры сделал DimaTorzok Однако нельзя не заметить, что температура процессора при этом уходит за 50 градусов, что активирует вентилятор на полную мощь по вращению. И хотя здесь один единственный вентилятор, но на максимальных оборотах шумит он очень знатно. В случае тестов по стабильности системы можно видеть где-то такие же температуры, ну и слышать такой же шум соответственно. Но если просто открыта вкладка в браузере, в которой что-то происходит, то это не приводит в максимальную нагрузку проц, а поэтому он не особо шумит. Если кому-то интересно как работает модуль Wi-Fi, в Windows 10 драйверы подтянулись сами, однако опережая события, я сразу же захотел посмотреть даже до подключения антенны. При работе от моего роутера с проводным интернетом связь была не очень, я понимал, что это из-за отсутствия антенны, поэтому не сильно переживал. А вот по поводу Bluetooth устройств было не ясно, я не мог законнектить ни одно из устройств, даже если оно обнаруживалось. Пришлось даже писать китайцу, чтобы он дал драйверы. Он мне их прислал, я все переустановил, но законнектиться опять не получилось. В отзывах пишут, что нужно что-то удалить, что-то установить. В моем случае все оказалось банально. Как только я подключил антенны, мое устройство сразу же подключилось по Bluetooth. Конкретно сейчас это гарнитура, которая отображается сразу и как гарнитура, и как аудиосистема. Wi-Fi через две стены не может поймать раздаваемый со смартфона интернет, даже с антенной. Однако, такой вариант я опробовал лишь ради интереса, так как у меня и нет такой необходимости. Зато когда раздающий телефон лежит рядом, то скорость мобильного интернета 20 мегабит в секунду. А если телефон вообще положить на компьютер, то и почти 30 мегабит в секунду. Уж не знаю, насколько повлияли 50 сантиметров для Wi-Fi, скорее больше повлияло новое место самого телефона. И это все днем, ночью я уверен скорость будет и выше. Это не все интересные факты компьютера. Например, рассматривая плату детально, было обнаружено много всего на ней, что может заставить задуматься. Один из неопознанных коннекторов путем замера на нем напряжения оказался ничем иным, кроме как разъемом питания. Да, здесь и так есть встроенный блок питания. Кстати, тот факт, что он именно встроенный для возможного переноса, несомненный плюс. Так как в комплект нужно не забыть лишь кабель питания. В случае стационарного использования, все равно внешний или внутренний блок питания один раз поставил, включил и забыл. Но этот вывод, а замер показал стандартный для таких устройств 19 вольт, от которых работают почти все ноуты и многие мониторы, в том числе и мой на 27 дюймов, легко позволит решить вопрос питания от чего-то другого. Я даже купил гнезда, штекеры и блок питания с 12 вольт на 19 вольт, чтобы еще больше упростить в случае чего задачу. Имея автомобильный аккумулятор и блок питания 12-19 вольт, который к слову рассчитан на 10 ампер, можно будет подключить необходимую технику. Корпус блока питания заявлен как алюминиевый, но по ощущениям это точно не чистый алюминий. Как максимум алюминий здесь в каком-то проценте есть. Отзывы на подобные устройства положительные, если будете покупать, берите с запасом. Я прикинул так, что монитор плюс компьютер это где-то максимум 5 ампер, поэтому и взял на 10 ампер. И купил я его не только под вариант использования с данным компом, а вообще это слишком частое напряжение, думаю лишним не будет по жизни. Потребляемая мощность компа около 40 ватт, что в случае работы от автомобильного аккумулятора позволит работать этому мини-компьютеру много часов. Для меня телефон это крайняя крайность, я не люблю втыкать в маленький экран, лежа в кровати держать его руками, вечно думать про заряд. Мне намного проще в случае какой-то длительной поездки просто взять с собой компьютер, особенно если его размер даже меньше чем 20 на 20 и на 6 сантиметров. Почему не ноутбук? Наверное ноутбук тоже должен быть как единица компьютерной техники в доме, но пока решил остановиться на таком варианте. Не исключаю, что немного попользовавшись найду какие-то недочеты и опять буду его менять. Так уж получается, что мне не просто без использования устройства понять его ли я хотел купить. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok